Да, большое-большое спасибо, большое спасибо. Да, все, можно садиться. Я так рада всех вас видеть. Я помню март, когда мы старались удержать всех при помощи вебинаров, и я вижу столько много знакомых лиц, которые я уже видел через Zoom, особенно команда из Японии, и я знаю практически каждого из вас в лицо, но когда это все вместе в одной аудитории, это так впечатляет. Поэтому огромное спасибо, очень приятно выступать перед вами здесь, всеми вживую. А сейчас мы с вами сделаем следующее. Мы сделаем то, что я делала тогда, когда я преподавала в университете. У меня были похожие по размеру аудитории, только они все были 19-летние ребята, которые изучали язык программирования C++. Плюс я попрошу вас всех обращать внимание, я понимаю, что некоторые части будут сложные, но, честное слово, буду стараться упрощать где-то возможно. Честное слово, буду разбавлять это смешными историями. Постараюсь сделать так, чтобы вы не заснули, но мы с вами сделаем следующее. Я буду... Я вот это подержу у себя, просто потому, что я настолько была в предвкушении, поскольку я видела ваши презентации в Zoom, я видела ваши презентации от вас, я почувствовала, как вы излучаете огромную силу как лидеры. Я почувствовала вашу страсть, ваш огонь, который горел внутри. Для меня это очень важно, потому что бывает такое, когда мы чувствуем себя одинокими. Я часто чувствую себя одинокой, потому что у меня такое огромное количество идей. И вдруг я увидела людей, которые смогли взять эти идеи, которые не живут обычной жизнью. Которые действительно ставят свою планку намного выше, чем то, что является общепринятым. К несчастью, у меня очень и очень замечательная команда в Эндотеке, но та команда, которую я нашла в вас, это просто удивительно. Поэтому всем вам большое спасибо за то, что вы есть. И опять же, причина для этих страниц, которые я держу у себя в руке, как и любой человек, который прокрастинирует, я готовил эту презентацию на протяжении последних двух недель до этого. И пока я ее готовила, ко мне пришло, что все то, чем мы занимаемся сейчас, является кульминацией того, о чем мы мечтали на протяжении долгих лет. И вы, та команда, которая помогли нам этого добиться. Ведь с нами произошло что-то выдающееся, с нами произошло то, что сейчас мы даже можем назвать. Именно поэтому эти страницы, которые я сейчас держу в руке, помогут мне не запутаться и не потеряться в некоторых определениях. И чтобы структурированно вам дать информацию касаемо того, где мы находимся и что вы можете сделать для этого. Итак, Эндотек. Так, это мы уже с вами прошли. Итак, произошло нечто выдающееся за последние восемь месяцев, и вы являетесь неотъемлемой частью этого. Эндотек просто зажег. Мы очень прибыльная компания с большим денежным оборотом. Мы уже достигли более 100 миллионов в общих доходах благодаря вам и благодаря нашим другим партнерам в бизнесе. Наш ежемесячный объем в этой презентации мы составляли цифры, вписывали еще с июня. Поэтому угадайте, сколько у нас было в августе? Более 2,5 миллиардов ежемесячного дохода. 150 миллионов активов. Сейчас эта цифра намного больше. И финальная цифра, опять же, 155 счетов. Сейчас мы уже говорим о 265 счетах. И знаете ли вы, что это значит? Это означает, что Эндотек стал компанией, которая является тем, чем мы обещали, что она станет. Мы уже прошли нужную оценку. И те из вас, кто занимаются рыночной оценкой и оценкой капитализации, мы технологическая компания СААСС. Кто знает, какие множители дохода на технологические компании? 20? Ну, неплохая догадка. Ну, между 20 и 40. А для компаний, которые растут подобными темпами, это вот, ну, конечно, в лучших случаях. Поэтому мы сделали то, что лично я, когда мы это только делали, думала, что я в январе думала, что мы можем это достигнуть. Но я, безусловно, не ожидала, что мы сможем достичь этих феноменальных показателей всего за 8 месяцев. Но самая важная цифра, та новая категория, которую мы создали в инвестициях, тот новый мир, который мы создаем вместе в инвестициях, это вот этот мир. Более 60 миллионов было привлечено нашими клиентами за последние 8 месяцев. Поаплодируйте, пожалуйста, нам 60 миллионов доходов. Мы, как Эндотек, создали богатство не для больших людей, а для обычных людей, которые вкладывали от 100 долларов и более. Поэтому лично для меня это огромное достижение, потому что никто, ну, правда, никто в мире не делает такие продукты для обычных клиентов. И эта концепция пришла к нам на протяжении последних пары недель. Концепция того, что мы создаем, творим новый мир, мы создаем новые определения финансов. Это прорывные финансовые возможности, которые сейчас предоставляются. Но что же произошло? Ведь вы знаете, что Святой Граиль практически для всех, и вы, скорее всего, знаете об этом, что вы лидеры, скорее всего, к вам приходят. Многие говорят, ну, а что же я могу сделать? Куда бы мне вложить денег, чтобы они на меня работали? И вы все знаете, что работающие деньги – это предложения, которым часто злоупотребляют. И Джерри Сэнфилд об этом говорил. А почему? Почему? Потому что оно не добивается... Потому что очень часто не получается. Даже те, которые не терпят неудачу, они все равно не удовлетворяют в вашей фантазии представления о том, как деньги должны работать на вас. А сейчас давайте немножко позанимаемся математикой. Давайте прикинем, в чем заключается смысл, и в чем... и чего не хватало для того, чтобы другие люди, которые говорили о том, что деньги должны на вас работать, не достигали успеха. А почему мы этого успеха достигнуть смогли? Почему мы смогли настолько вырасти так быстро? Итак, для начала, чего люди ищут во время прорывных финансовых возможностей – это, конечно же, прибыль, возврат на инвестиции. И когда мы говорим о прибыли, интересно ли вам получать 5% годовых? Ну, такое себе. Если мы говорим про то, чтобы сохранить ваши деньги, то 5% – это вполне нормальная сумма, даже 3% – вполне неплохо, но если мы говорим про прорывные финансовые возможности, про что-то интересное, то сколько бы вы хотели? Вы думаете о 100% и более, ведь именно это делает возможность интересной. Но хочу вам сказать больше. Люди, которые думают о финансовых возможностях, как правило, думают о быстрых возможностях. «Я хочу 100% сегодня». Да? А что не так с таким мышлением? Вы смеетесь? Потому что это неправильная форма мышления. Вы не можете заставить мир дать вам 100 долларов на ваши 100 долларов сегодня. Вы не можете заставить мир дать вам просто так 100%. Итак, сегодня я хочу поговорить с вами о нашем способе мышления о прорывных финансовых возможностях. Мы начинаем с определения того, что такое инвестиции с высокими возможностями. И прямо как я говорил, когда я учил в университете, я попрошу вас сейчас сконцентрироваться. Пять минут полной концентрации. Инвестиции с высоким потенциалом. Мы знаем, что нет такой вещи, как высокие возвраты без высоких рисков. Я думаю, что все осознают, что нет такого, что сыр где-то лежит бесплатный, чтобы это было не мышеловкой. И когда люди думают о высоком риске и о высоких возвратах на инвестиции, большинство из нас думает о короткосрочных результатах. Даже когда у нас целый год инвестиций делается, мы думаем, что вот за год мы станем богаче, за год мы станем больше. Мы забываем о том, что это... Мы забываем во всей этой картине элемент времени. А элемент времени критично важен, потому что время – это вероятность. Намного проще создать что-то, когда у нас есть меньшие возвраты, которые аккумулируются к итоговому большому возврату, к большой прибыли. Поэтому я хочу, чтобы вы помнили, что когда вы смотрите на высокие... на большие возможности, вы смотрите на три вещи. Если бы смотреть только на высокий риск и на высокий возврат, то оно не будет устойчивым. Если вы подумаете об этой линии, то эта линия, она схлопнется. Почему? Потому что она неустойчива. Вы не можете заставить мир работать именно так. Вам нужны вероятности. Когда вы добавляете сюда измерение времени, вы тем самым, по сути, доходите до состояния, где вы можете эту устойчивость получить. И я понимаю, что вероятность – это одна из самых сложных концепций для людей. А почему так? Потому что мы знаем, что такое нулевая вероятность. Нулевая вероятность – это когда что-то не происходит. Мы знаем, что такая вероятность 100%. Это означает, что что-то точно произойдет. И мы знаем, что такое 50 на 50. Да, это когда мы бросаем монетку, и мы получаем или-или. Эти принципы мы понимаем, а остальные цифры для нас вообще ничего не значат. Это то, что мы не чувствуем, это то, что мы не понимаем, это то, что мы не знаем. Итак, как с этим работать? Мы можем рассчитывать. Есть определенная наука, которая называется статистика, которая помогает нам это все рассчитать. И мы, как люди, к несчастью, должны рассчитывать на науку для того, чтобы это все рассчитывать. И поэтому, когда я говорю что-то высоковероятное, подумайте об этом следующим образом. Вам нужны математические инструменты. Вам нужны ученые. Вам нужны профессионалы, которые знают, как рассчитывать вероятность. Вероятности не просто на одно мероприятие, но на серию событий. И что происходит в нашем мире финтеха? Почему мы сталкиваемся с таким огромным количеством разных людей, которые стараются злоупотребить вашим доверием? Потому что очень легко показать, что кто-то работает, и очень легко накидать больших слов и кого-то вести в заблуждение. Давайте же поговорим о следующей концепции, почему мы здесь. Самые лучшие инвестиционные возможности в мире когда-то были возможность инвестировать в акции. Рынок акций предлагал вам 20% выгоду на ваши доходы. То есть если бы вы инвестировали 1000 долларов, если бы 20% в год, инвестировали 1000 долларов в год, я посчитала, и с налогами я 25% налогов туда наложила, просто чтобы быть честными, к нашему разнообразному сообществу. Скажем, 25% — это налоги, плюс 1% — это комиссия, то мы бы получили 2,9 в инвестициях. То есть мы бы получили 2900 долларов. Изменилось бы это что-то жизнь, получить такое количество денег с 1000. Но это было рассчитано в качестве самого успешного примера. И когда люди говорят со мной, они обычно говорят, «Слушай, забудь о том, чем ты занимаешься. Я вообще не против 20% прибыли. Почему ты пытаешься делать 100%? Почему тебе есть дело до 100%?» И до недавнего времени мне никак не получалось на этот вопрос ответить. И затем я посчитала математику и смогла на него ответить, потому что 20% не сможет изменить жизни тех людей, кого я знаю. И не поймите меня неправильно, это замечательный способ сохранить деньги, но это не способ изменить жизнь. И я сказала, «Хм, интересно, а какая же цифра действительно сможет поменять в корне жизнь любого человека?» И мы начали опрашивать наших клиентов, чтобы постараться узнать, какая цифра приближена и все к реальности. И вы можете немножко, конечно, поиграть во внутренние игры с собой, как лучше всего это рассчитать. 402. Сейчас я объясню вам, почему 402. Давайте представим, что вы человек, который получает стабильную зарплату. У вас там что-то отложено, какая-то небольшая сумма денег. Допустим, вам там 30 лет, то есть 1000 долларов для вас является существенной инвестицией. Это то, что вы, скорее всего, не можете просто вкинуть в рискованные инвестиции. Что такое рискованный капитал? Я думаю, что все смотрели мое видео про рисковый капитал. И я еще раз скажу, что все в этой комнате, пожалуйста, посмотрите это видео и, пожалуйста, распространите его по всем вашим клиентам и между всеми вашими партнерами, особенно с теми, кто работает с Дейзи, с Эндотеком. Имейте в виду, что капитал, который люди готовы потерять, это тот капитал, который они должны инвестировать. Не нужно инвестировать в ваши пенсионные накопления, не нужно продавать квартиру, инвестировать, не нужно инвестировать деньги, которые вы откладываете на семейный отпуск. Вы должны инвестировать то, что вы можете потерять, и это не повлияет на то, как хорошо вы живете. Если у вас есть тысяча, и вы готовы рискнуть до тысячей, то это то, что сможет создать перемены в вашей жизни. 400 тысяч долларов позволят вам по-другому посмотреть на всю вашу финансовую жизнь. Мы здесь не говорим о том, чтобы стать миллиардерами или мультимиллионерами. Здесь не мечты, и здесь реальность. Через 10 лет, скажем, вы хотите финансово изменить вашу жизнь. Поэтому 400 раз это то, что мы называем прорывная финансовая возможность. Как же мы можем этого достичь? И мы провели необходимые расчеты. И сейчас я разбавлю все это дело интересной историей. Важный элемент заключается в том, что вы вкладываете деньги. Деньгам нужно давать время, нужно немножко подождать, потому что в этом мире чудес не бывает. Опять же, в этом случае я просто хочу убедиться в том, что я очень четко это проясняю. Вам нужно попробовать себя в этом новом стиле инвестиций. Вам нужно ждать, вам нужно вкладывать деньги и позволить деньгам работать с течением времени. И условие заключается в том, что вы используете инвестиции с высокими возможностями. Не какие-то азартные игры, не другие потенциальные возможности заработать денег. Но мы поймем, о чем мы говорим, когда мы говорим о высокопотенциальных инвестициях, и тогда вы сможете получить вашу возможность финансового прорыва. И через 10 лет вы сможете купить себе дома, вы сможете вывести уровень жизни вашей семьи на новый уровень. Это изменит вашу жизнь. Поэтому сейчас последнее, что нам нужно понять, это то, а в чем заключается ваш высокий потенциал, повышенные возможности. Как вы можете понять, что то, чем вы занимаетесь, это именно высокие возможности, а не просто новая идея какого-то мифического. Во-первых, риск должен быть меньше 50%. Как только риск меньше 50%, это сразу же отбросит многие возможности, на которые, возможно, вы сейчас смотрите, потому что мы, как люди, опять же, мы очень, ну, опять же, как Джереми говорил, да, мы очень любим входить в разные возможности. Сначала мы говорим, нет, это слишком рискованно, потом мы начинаем говорить, да, нет, какая разница. Поэтому, если риск больше или 50%, то это не риск больших возможностей. Если риск больше 50%, то шансы на возврат очень низки, даже за 10 лет. Когда мы говорим про риск, я говорю про потенциальные потери в рамках одного года. У нас 10 лет на то, чтобы пробовать, но потенциальные потери за один год, когда они превышают 50%, это то, после чего не получается восстановиться. Высокий возврат на инвестиции. Это вот уже интереснее. Это четкая цифра того, сколько вам нужно получать ежегодно для того, чтобы дойти до 402%. Эта цифра основывается на том, что для высоких возвратов на инвестиции вам придется платить деньги любой компании, которая будет работать с вашими деньгами, чтобы заработать вам прибыль, и вам также нужно оплачивать с этого налоги. Поэтому вам нужно получать 137% от системы для того, чтобы оплачивать налоги, оплачивать деньги тем, кто вам эти результаты предоставляет. Поэтому, когда вы получаете эту возможность, убедитесь, что они получают более 137% в год. Дальше. Высокая вероятность. И опять же, здесь снова включается эта история, что вам нужно найти, и вам нужно прочитать, и убедиться в том, что люди понимают, что такое высокая вероятность. Думают ли вообще люди, клиенты о вероятности? Так все, со сложными словами закончилось, можно теперь расслабиться, сейчас будут всякие веселые и няшные истории. Итак, опять же, вы хотите научить себя и научить своих детей тому, что есть определенная прорывная финансовая возможность в мире сейчас, и мы в эндотеке первые, кто этим занимается. что ваши дети, например, когда им 20 лет, должны вкладывать деньги, для того, чтобы эти деньги работали на них, что там 30-летние люди тоже должны вкладывать деньги, чтобы эти деньги работали на них. И тогда появляется шанс. Гарантий, конечно же, нет, но есть высокий шанс того, что это получится. А сейчас... Я не знаю, что там будет дальше, поэтому сейчас я слайд переключу сначала. Так. О, хорошо. Это, кстати, весело. Давайте посмотрим... Мы же все знаем рулетку, да? Когда мы ставим на черное или ставим на красное, играя в рулетку. И давайте представим, что мы играем в рулетку, ставя на черное и на красное на протяжении 10 лет. Высока ли вероятность того, что вы выиграете, является ли она 50% или меньше? Нет, потому что каждый раз, когда вы ставите ваш доллар, каждый раз вы можете его потерять. Если вы теряете доллар, у вас не остается денег для того, чтобы продолжать. Получаете ли вы высокий возврат? Ну, почти высокий возврат, да, потому что, если вы рассчитаете, то... Да, возврат получается высокий. Но высока ли вероятность? Является ли вероятность больше 85%? Нет, это на 50 на 50, даже меньше, потому что у нас есть еще 0, там 48 получается чем-то. Поэтому нет, игра в рулетку – это не высокопотенциальная возможность. Как азартный игрок, вы не сможете сделать так, чтобы вы могли зарабатывать большие деньги. Это очень полезный инструмент. Это то, чем вы можете пользоваться для того, чтобы проверять, является ли что-то потенциально долгосрочным или нет. И знаете, очень часто мне звонят для того, чтобы вкладывать деньги в разные лотереи. И тогда меня спрашивают, вложить ли мне деньги в лотерею? И я их спрашиваю, вы знаете, что я статистикой занимаюсь? И они звонят мне и говорят, да нет, купи, купи наш билетик, у тебя есть шансы. Я говорю, хорошо, давайте проверим, какие у меня есть шансы. Давайте поиграем с вами в статистику. Я говорю, высокорисковая инвестиция, потому что вы вкладываете доллар и можете доллар потерять. Практически 100% риск того, что вы потеряете тот доллар, который вы инвестируете. Возврат, конечно, может быть просто жизнеменяющим. Это тот возврат на инвестиции, который мы хотим. Но вероятность практически нулевая. Вне зависимости от того, сколько вы инвестируете, шансов на то, что это случится, практически ноль. Поэтому это не лучший способ инвестировать. Но есть ребята, которые предлагают хорошие возможности. Я хочу поговорить о конкретном. А кто из вас знает фонд Ренессанс Медалин? И да, ну вы знаете, потому что я вам об этом говорил. А еще кто-нибудь? Так, это история. И я, конечно, предлагаю вам тоже ознакомиться с этой книгой. Книга про основателя. Они из года в год на протяжении 32 лет делали в среднем 66-2% в год. Просто задумайтесь об этом. Это было до этих огромных подъемов криптовалюты. Это было до того, как наши жизни начали ускоряться. Это до того, как все начало расти экспоненциально. И этот человек зарабатывал исключительно при помощи эгритмических торгов. Он мог получать 66% ежегодно на протяжении 30 лет. 66% в среднем. Но он смог это сделать на протяжении 33-х лет. Там, 32,5, по-моему. Но чему эта история нас учит? И это история, которая очень... Это фраза, которую очень любит мой брат, чему нас это учит. И это возможно. Но чем отличается то, чем занимаемся мы, от того, что сделал он? Отличие заключается в том, что он брал очень небольшое количество своих друзей и своих наемников, и он создавал огромные... И он смог создать огромные 100 миллиардов долларов. Представляете? Если мы будем делать то же самое, то не за 30, за 10 лет, как думаете, сколько людей мы сможем сделать? Жизнь из каких людей мы сможем изменить? В этом заключается наша миссия. В этом наша миссия как у Эндотека. Сделать так, чтобы эта история работала на вас. Сделать так, чтобы эта история работала для всей нашей сети. Мы хотим за ближайшие 10 лет создать богатство и 100 миллионов долларов для наших клиентов. Я знаю, я знаю. Ну и чтобы заканчивать чем-то веселым, вы не представляете, сколько нужно смелости для того, чтобы в целом... Сколько мне нужно было смелости для того, чтобы подписаться с Дейзи, потому что если все это получится, тогда у меня получится тысячи, может быть, сотни тысяч клиентов, которые будут следить за производительностью созданных нами алгоритмов. И вы знаете, когда я вижу, что у нас где-то график идет вниз, я прямо начинаю переживать, как объяснить, что происходит. А, потому что на одной стороне я, конечно, понимаю, что все это дело временно в плане спадов, но внутреннее ощущение того, что если я где-то ошибаюсь, а что если где-то просчет, оно просто убивает. Мне, конечно, сейчас со всем этим уже получше, но иногда это все равно очень сложно. Мне в такие моменты помогает то, что мы постоянно работаем над нашими алгоритмами. Мне помогает это то, что я понимаю, что та технология, которую мы создали, она беспрецедентна, и я вижу результаты с каждого. Я вижу, что везде, где мы создаем результаты, мы везде зарабатываем. И это, конечно, позволяет мне чувствовать себя комфортно. Это меня успокаивает. Итак, небольшая интересная история, и мы видим, что это возможно, да? И что это возможно не только у них. И я хочу показать вам некоторые другие фонды, которые также преуспели в этом, и которые до сих пор преуспевают в этом. У них не настолько же впечатляющие цифры, но есть определенные хеджевые фонды, которые делают это из года в год на протяжении, может быть, 10 лет, может быть, на меньшие суммы, но у которых это все равно так или иначе получается. И я хочу рассказать вам эту историю. После того, как я продала свою первую компанию, и это была такая вот история, которую может рассказывать Джерни, потому что она прям показательная, я 12 лет работала в своей компании, мы занимались, мы разработали великолепную технологию, затем мы ее продали. После 12 лет работы в компании, после того, как я ее продала, я была рада видеть, что компания, которая ее купила, обанкротилась в рамках двух, буквально за две недели, и что они полностью потонули. Компания IMF Global, они были брокером чуть ли не номер один в мире, и их генеральный директор по сути занимался такими вот не самыми лучшими делами. Компания из 30 тысяч сотрудников в 30 странах, компания, которая была основана в 1780 году, которая работала практически 200 с лишним лет, это компания, в которую верили все, она потонула буквально за два дня, и они были вынуждены закрыться, и они купили нас, и мы, соответственно, не получили никаких денег с этой продажи. И затем нас снова продали, и как своеобразный Стив Джобс, я была уволена из этой новой компании, поэтому, конечно же, я чувствовала себя сломленной, даже не чуть-чуть, но я решила, что для меня это возможность попробовать себя в чем-то новом, попробовать некоторые новые вещи, новые практики, я нашла себе партнера в Сингапуре, и знаете, здесь легко, Израиль, Сингапур, это что там, 14 часов каких-то, поэтому я нашла партнера в Сингапуре, и я начала с ним работать, и его идея заключалась в том, чтобы выстроить систему Форекса, которая могла зарабатывать деньги, и хорошие новости заключались в том, что у них, у него было полно денег от его клиентов, а хорошая часть для меня заключалась в том, что у меня была полная свобода, и то, как я эту систему выстроила, потому что я видела столько много разных систем в своей прошлой компании, я по сути видела тысячи разных систем в своей прошлой компании, я знала, что должно было сработать, и я помню одного парня, господина Боллинджера, когда я работала в Стратегии ранее, и я была одна из тех, к кому он приходил, и я была уверена, что он уже давно умер, и, знаете, Боллинджер, если вы занимаетесь индикаторами трейдинга, то вы думаете, что Боллинджер это вот какое-то такое название из народных песен, то есть это прям, это тот человек, который как раз разработал показатель стандартной девиации, и он пришел ко мне, и там написано у него, Боллинджер, и он начинает разговаривать со мной, что Анна, у вас первая компания, которая смогла автоматизировать этот процесс, и я всем-всем начинаю рассказывать, что вот, представляете, я встретилась с самим Боллинджером, и тогда вот, ну, не то чтобы я в Инстаграме допустил в сторис, но просто вот везде, где могла, везде об этом рассказывала, и мы построили нашу первую систему, и мы начали зарабатывать деньги, примерно 26% ежемесячно, каждый месяц, на десятках миллионов долларов, и результаты были выдающимися, и я помню, как настало определенный день с 2006-2003 года, тогда, когда все это прекратилось, когда мы перестали получать результаты, и мой план заключался в том, чтобы улучшить эту систему, для того, чтобы продолжать двигаться вперед, но мой партнер, он чувствовал большое беспокойство по поводу всего этого дела, потому что ему нужно было продолжать показывать хорошие результаты, он сказал, твоя система не работает, давай-ка мы другую систему будем использовать, и я начала смотреть на все системы, которые существовали в мире, для того, чтобы найти, какие именно системы работают, и я нашла этот сайт, и вы, скорее всего, с этим сайтом знакомы, myfx.blog, и я нажала на первую систему, все из них были намного красивее, чем моя система, это точно, я нажала на первую, и я увидела вот это, и я сказала, уважаемые партнеры, пожалуйста, купите мне вот эту систему, я хотела бы смотреть, что у нее внутри, знаете, сколько она стоила, знаете, сколько стоило купить эту систему, да вообще ничего, 5 тысяч долларов, и я сказал, да ладно, да ладно, не-не-не-не-не, никто не будет продавать систему только за стоимость исходного кода, потому что моя собственность, когда я увидела, что находилась внутри, я поняла, откуда была взята стоимость, 5 тысяч долларов, и мы купили каждый исходный код, который был доступен тогда на рынке, вот если вы посмотрите на это, как вам это, нравится ли это выглядит? да, это выглядит идеально, не так ли, да, это то, о чем вы мечтаете, это ведь вероятность и стабильность, которые мы все хотим, не так ли, это вот, сколько здесь, 9 лет результатов, это показатель стабильности, это те проценты, о которых мы мечтаем, не так ли, это выглядит просто идеально, нужно быть частью этого, единственное вопрос, который я себе задаю, это почему так мало людей этим пользуются, если все так замечательно, и в чем заключался ответ, я хочу по-настоящему поделиться с вами, ответом на этот вопрос, потому что этот ответ поможет вам понять, почему высоковероятностное моделирование очень важное, почему тот треугольник, который я вам даю, это важный инструмент, при помощи которого нужно все проверять, и так я расскажу вам, как работает эта система, и что у нее находится внутри, опять же, сильно изменяюсь, если вдруг, если разработчики систем, этой системы здесь, или если система работает немного сейчас по-другому, потому что я их проверял в 2012 году, и за последние 9 лет мир, конечно, поменялся, но тогда она работала так, и именно поэтому, когда Эдвард сказал, что он знаком с системами, потому что он видел тысячи и тысячи систем, вот у меня такой же опыт с этими системами, я понимаю, что происходит внутри, и то, как это сработало, я вам покажу сейчас на графике, они делали следующее, они видели тренд, иногда случайно они видели тренд, иногда тренд был выявлен, и они видят сигнал к покупке и покупают, но насколько долго они держат покупку при покупке, они держали покупку очень маленькое количество времени, вероятность была практически стопроцентная того, что это произойдет, и поэтому они практически всегда получали стопроцентные правильные показатели, они сто процентов получали свой маленький выигрыш, и это было идеально, здесь не нужно как-то хитромоделировать, здесь не нужно даже знать, как моделировать, вы можете просто случайно куда-нибудь что-нибудь покупать, потом быстро продавать, и полпроцента заработать вы можете не сильно мудря, вы можете это делать из раза в раз, из раза в раз, а что происходит дальше? Почему? Потому что они зашли и начали ждать, и ждать, и ждать, и ждать, и где-то что-то не сработало. И что они начинают делать? Они вкладывают еще больше. В этом заключается основная идея, которая у них есть. Они не стараются заработать для вас, поймите правильно. Они вас просто обманывают с результатами. Затем, когда они это разворачивают, они увеличивают количество торговых выставленных площадок. Они выставляют их настолько же больше, насколько зеленая линия больше, чем маленькая линия. Поэтому в 10 раз. И поэтому для того, чтобы вы вложили тысячу долларов, для того, чтобы они получили обратно результаты, которые вы видите. Так, я не могу сейчас здесь слайд обратно откатить. Так, давайте посмотрим. Я не знаю, получится ли сейчас. Нет, не получается. Так, мне кажется, я все сломала. Да, все сломала. О, сейчас, может, получится. Ну, нет, так нет. Ой, да, да, получилось, получилось, получилось. Хорошо. Итак, я хотела показать вам следующее. Посмотрите на этот график. Вот как вы можете заметить, что эта система обманывает. Знаете, что означает вот эта зеленая цифра? Это то, сколько денег вы вкладываете в каждый торг. Вы видите визуально, насколько этот больше, чем тот? Вот, в несколько раз, в 10 раз, в 10 раз больше. И знаете, что происходит вот здесь? В этот раз им повезло, и они смогли вернуть свои инвестиции вот здесь. Они потеряли деньги, здесь им повезло, здесь потерялись, не повезло, здесь им потерялись. Ну, и знаете, что происходит? 100% этих систем рано или поздно потеряют все ваши деньги. Они все проиграют. Именно поэтому никто ими не пользуется, потому что 99% всех этих систем будут делать так, чтобы они потеряли свои деньги, чтобы люди теряли деньги. Вы будете терять 100% ваших денег каждый раз. Это классная часть этой системы. Кстати, вот мне здесь это понравилось, потому что это работает с 12, и знаете что? Потому что это вот те, кто это делали, они особые мошенники, они торгуют не каждый день, они торгуют раз в месяц. Или они торгуют раз в неделю. Почему? Для того, чтобы эта иллюзия продолжала сохраняться. Если вы посмотрите на их цифры, опять же, извините, простите меня, если человек, который строил этого бота, имел чистое намерение, но просто где-то сильно просчитался. Но если вы посмотрите на то, что происходит, то за 10 лет он сделал только 500 торгов. Это означает, что он действительно старается эту историю во времени распределить, чтобы не было настолько же очевидно те потери, которым она приводит. И это должно учить вас, что даже если что-то выглядит хорошо, если вы посмотрите на разные условия здесь внизу, и на разные цифры, вы увидите, что это мошенничество. Но выглядит-то красиво. Давайте посмотрим на наш треугольник. Как мы можем увидеть, что в этой системе небольшие возможности? Мы знаем, что риск здесь 100%. То есть, если вы спросите любого человека, который занимается трейдингом, он скажет, что здесь, да, 100% риск. Возврат тоже может быть высокий, он может быть любым. А вероятность ровно 50%, потому что вы можете или получить деньги, или деньги потерять. И каждый, мы говорим здесь о вероятности в год, то есть ваша вероятность, она в 100%. Поэтому здесь не имеет смысла идти в финансовые рынки, потому что здесь вероятность равна рулетке, и с таким же успехом можно пойти и спокойно в казино поиграть в рулетку. Так, я не буду вас утомлять деталями на этот счет. Хорошо, ну вот еще один интересный пример. Давайте мы сконцентрируемся на тех, кто уже работает с этими историями. Что делают хорошие парни, и почему они добиваются успеха? Нам нужны чужие истории успеха, чтобы понять, что мы сможем это сделать. Итак, спустя этой попытки работы со системой, я тоже постарался обратиться в крупные хеджевые фонды и поработать с ними для того, чтобы увидеть, почему они добиваются успеха. Мне было очень важно, мне это было очень важно, чтобы понять, в чем заключается ключ к успеху хеджевых фондов. И, опять же, по удачному стечению обстоятельств, как любит говорить Джереми, у меня получилось работать с фондом фондов. Это такая организация, которая проводит все проверки, которая тестирует несколько разных хеджевых фондов и принимает решение, в кого лучше всего инвестировать. И я добралась до фонда фондов, который дал мне карт-бланш на то, чтобы идти и проверять все фонды, которые торговались по алгоритму в стране. И я пришла к ним, и очень лично поговорили с ними про их технологии, про их алгоритмы и про все остальное. Опять же, это такая внутренняя шутка, потому что все спрашивают, а почему, с какой стати, вам кто-нибудь что-нибудь расскажет, почему люди будут делиться своей историей. Но, как очевидно, что эти люди очень одинокие, им не с кем поделиться тем, что они делают, потому что я выгляжу так, как я выгляжу. Все из них спокойно со мной делились всеми деталями своих сложностей, тем, что работало, тем, что, наоборот, не получалось. И из этого опыта я получил очень интересную статистику. Во-первых, я заметила, что люди, которые добивались успеха, как правило, были в возрасте от 40 до 50 лет, и даже здесь ближе к верхней планке, ближе к 50 лет. Мне это показалось странным, потому что ведь намного больше творческой энергии в молодом возрасте. Но почему все распределяется именно так? Ведь систему построить не так уж и сложно, ведь каждый 20-летний программист может самостоятельно такую систему построить. И я начала проводить математические расчеты. Я сказала, я хочу это каким-то образом правильно рассчитать и понять, что именно происходит. Поэтому я создала четырехфазовую систему. Каждый фонд получал от меня то, на какой фазе он находился. И очевидно, что все люди, которые начинают развиваться в индустрии трейдинга, они проходят через разные фазы. У них нет каких-то школ, наставников, никто им не показывает, как все делать, поэтому здесь нужно все додумывать самостоятельно. Поэтому с самого начала фаза номер один. Люди создают успешные алгоритмы. И поскольку люди умные, они обычно стараются это создавать в HHH. Люди не хотят сами себя обманывать, но, опять же, если у вас не хватает понимания, то его не хватает. Но обычно эта первая фаза самая простая. То есть вы берете историю разных активов, вы пробуете, вы добиваетесь успеха, и вы теперь идете к вашему фонду и говорите, я знаю, как этот рынок победить. Давайте мы сложим наши деньги и попробуем. И, к счастью для некоторых, у их друзей есть много друзей, поэтому вы можете стать хеджевым фондом, просто потому что у вас была хорошая идея, и у вас хорошие друзья, которые могут вам просто отсыпать парочку миллионов. Но что происходит дальше? И это вот уже очень болезненная фаза, болезненный этап. Многие люди терпят крах на первой. Но почему? Потому что вы начинаете трейдинг, начинаете торговать, и ваш тезис не срабатывает, она не работает. И вы не знаете почему. Вам не хватает ответа на вопрос почему, особенно если вы строите систему Black Box, где вы строите систему и сами не понимаете, как именно она работает. И это огромная проблема для большинства начинающих, потому что никто не понимает, как именно что-то работает. И вдруг оно прекращает работать, и они не знают, как это включить обратно, чтобы оно продолжало работать. Я помню одну историю, которая произошла в одном из наших офисов, и там было 20 людей, которые все сидели вокруг кода, и, стараясь понять, почему их система вдруг перестала работать. И я спросил их, ребята, а как вы вообще выстроили систему, на чем вы ее основывались? Они не смогли объяснить, как именно они ее построили. Их было 20 человек, поэтому они здесь не думали о том, что именно они хотят сделать. Они просто думали о том, как сделать так, чтобы их алгоритм достигал успеха. Это очень сложная фаза. То есть вам фаза 2 – это адаптировать вашу систему к рыночным условиям, которые происходят каждый день. Как только вы добьетесь успеха в этом, ваши шансы значительно возрастают. Но затем приходит фаза 3. И фаза 3 – это фаза масштабирования. И когда вы перестаете работать с вашими 100 долларами или с парой миллионов долларов, фаза 3 – это когда вы начинаете переходить на десятки, на сотни миллионов долларов. И здесь проблемы огромные. Во-первых, огромные риски, потому что сначала вам нужно большие деньги получить, этими деньгами распоряжаться, управлять, знать, как общаться с людьми, которые могут такие деньги выделить, знать, что делать, что не делать. Для всего этого требуется по-настоящему хорошо подготовленная команда. Затем, если вы проходите этот этап, то вы становитесь компанией, которая уже очень близка к тому, что мы смотрели в примере медали на «Ренессанс». И таких компаний не один, не две, а из 35 компаний. И таких было 12. Вы, возможно, сами не знаете, что такие компании есть. Или, может быть, вы о них знаете, но средний человек не знает о том, что такие компании есть, потому что такие компании не принимают деньги от среднего обычного человека. И вот это мир существования HHH, и это мир существования высокопотенциальных возможностей. Итак, здесь у нас пара цифр от JP Morgan. Это те цифры, которые есть у обычных фондов. И как вы видите, что мы здесь не конкурируем с робосоветниками, потому что их проценты, которые они дают на инвестиции, очень низки. Но позвольте нам перейти к тому, почему мы чувствуем себя уверенными в том, что мы делаем. Для начала, и Джереми показывал мне, что я не права всего лишь пару минут назад. BTC Benchmark был ниже 8%, когда мы только начинали, потому что тогда BTC Benchmark начал работать, когда биткоин был на 8%, а сейчас он сколько, на 42%, а Daisy сейчас на 52%. Поэтому в рынке, во времена сложного рынка в этом году, после, и это, кстати, вот очень важно, мы как эндотек, мы управляли системами до Daisy, и мы продолжаем управлять системами, и когда Daisy есть. Разные системы, разные алгоритмы, и также те же алгоритмы, только с другими формами контроля рисков. Daisy опоздала сначала на месяц, потом на 2 месяца к самым большим доходам, к самому большому росту цены биткоина. Я всем говорила, что если бы мы начали в декабре, у нас были бы совершенно другие результаты. Если бы мы начали в октябре прошлого года, у нас были бы совершенно другие результаты. Все наши обещания, 50-150, они были бы не только достигнуты, они были бы несколькократно побиты. Но мы начали тогда, когда мы начали, и мы сказали, что у нас еще будут возможности. Возможности всегда приходят, если их видеть, потому что ведь мы находимся на рынке, а рынок это то, что постоянно предоставляет новые возможности. Поэтому да, в прошлом году мы это упустили, но в следующем году мы сможем это превозмочь и все равно получить результаты. Я думаю, что 52% по сравнению со средним показателем 8% рынка это совершенно неплохо. И это вот моя личная честь, что когда мы работаем с индивидуальными клиентами, мы работаем с алгоритмами, которые для них работают отдельно. И здесь мы видим те цифры, которые получают клиенты. Меня часто об этом спрашивают, почему у Дейзи 50, когда мы получаем такие выдающие результаты. Это результаты с настоящих счетов 400%, 600%, 200%. И хочу сказать вам правду. Лично я ответственна за сотни и тысячи людей. Поэтому когда я думаю о контроле риска, когда я думаю об управлении портфолио, когда я думаю о всех этих разных элементах, то я стараюсь держаться на безопасной стороне. Поэтому мы, как Дейзи, могли бы оперировать именно этими цифрами. Но если бы у нас рынок чуть-чуть по-другому бы себя повел, то эти цифры бы превратились в ужасные риски. Это вот мы видим наш треугольник, да? Возврат, риск, вероятность. Риск бы значительно увеличился, а мы не можем позволить себе такой огромный риск. Мы должны работать с низким риском, с Дейзи, потому что мы отвечаем за всех вас вместе. И именно поэтому мы при определенных условиях рынка, таких как сегодня, у нас может быть 50%. В следующем году, опять же, если рыночные условия будут больше похожи на предыдущие года, или как даже в этом году, мы с эффектом накопления получим и 100, и 150, и 200, и у нас получится дойти до 402%, о котором мы говорили. И все наши стратегии, одиночные стратегии, они были для фазы 1, для фазы 2, и сейчас, как вы видели, на третьей фазе и на четвертой фазе нам важно, чтобы в Дейзи мы могли пройти все этапы этого. Самая классная часть этого заключается в том, что я работала не только в компаниях, которые занимались торговлей по алгоритмам, но я также работала и с брокерами. И, кстати, почему мне так интересно работать именно с обычными клиентами? Потому что мне очень нравится идея сервисов для обычных людей. Мне очень нравится идея работы с клиентами. И, опять же, я зашла через AI, через автоматизированную конверсию, автоматизированное удержание, и я вошла во многие из этих брокерских контор. И когда я увидела эти цифры в этом году, опять же, задумайтесь, за 8 месяцев мы стали компанией, которая зарабатывала более 100 миллионов доходов. То есть мы были огромной компанией по любым стандартам. Поэтому наша конверсия была более 70%. А вы знаете, какая конверсия обычно у брокерских компаний? 15? Ну, это самый топ. А у нас более 70%. Это означает, что каждый клиент, который приходил к нам, уже так сильно горит эта история. Он так сильно хочет войти. А это ваша история, история ваших партнеров. А знаете, какой он у нас процент удержания? Вы знаете, какой процент удержания на рынке Форекс? Люди теряют все свои деньги, как правило, за полгода. Статистика, которая публикуется на всех официальных сайтах, показывает, что за 3 месяца большинство клиентов уходит. За 3 месяца уходит большинство, за 6 месяцев уходит почти все. Практически никто не остается на постоянном. Процент зарабатывающих близится к нулю. У нас же в эндотеге, и мне нравится писать, если я округлила вниз, я думаю, что если мы точку на сфере, там будет 82%, 70% обновляют свою подписку и продолжают с вами работать. Итак, почему 70%? Очень простой факт. В большинстве случаев мы не знаем, кто наши клиенты, потому что это мир криптовалюты. У нас нет доступа к их личным данным. И поэтому, когда мы просим их обновить свою подписку, иногда они могут просто быть не онлайн, и поэтому нам приходится ее отменять. Это та внутренняя кухня, которая у нас происходит. Но клиенты добровольно платят нам за подписку, добровольно платят нам процент от их дохода, причем огромное количество это делают. И у нас более 90% прибыльных счетов, и то 10%, потому что люди сами ведут иногда торги, настаивают, мы не можем их от этого останавливать. И мы, как вы видите, когда у меня, например, плохой день, я прихожу к своему парню, который занимается продажами, и говорю, «Слушай, дай мне письма, которые ребята нам отправляли». И я получаю письма от людей, которые говорят о том, что мы помогли воплотить их студенческие долги. Я когда читаю что-нибудь подобное, я думаю, что «Ну вот, мой день стал лучшим, можно жить дальше». Но у нас есть счастливые клиенты, и к нам приходят целые ряды клиентов, которые привлекают новых клиентов. То есть рекомендации за рекомендацией. И опять же, это заставило меня задуматься, а почему такая большая разница между тем, что происходит на рынке, где все брокерские конторы, все эти сервисы делают одно, а у нас все происходит по-другому. Но это происходит потому, что мы создали новую категорию инвестиций, мы создали категорию каких-то прорывных финансовых возможностей. И один из моих друзей, кстати, все мои друзья, они все работают в Endotech, и они все обслуживаются также в Endotech в плане инвестиций. Когда у меня день прошел плохо, и когда вижу, что я там заработала 270 тысяч своему другу, я сразу чувствую себя лучше. Ну, правда, это история, которая заставляет меня улыбаться. Поэтому это истории, которые меняют жизни, которые мы создаем для людей. И опять же, я бы очень не хотела продолжать концентрироваться на более маленьких счетах, потому что тогда им такими мелкими шагами легче дойти до тех денег, которые смогут навсегда изменить их жизни. А, кстати, да, это вот интересная история. А вы знаете, что такое EY? EY – это Эрнстон Янг, для тех из вас, кто вдруг не знает. Для меня было очень важно, ну не только для меня, а для большинства из нас, это очень большое, кстати, объявление. Было очень важно получить печать, которая бы подтверждала, что бы вы все знали, что все, что я вам показываю, это правда. Почему? Потому что звучит слишком хорошо, что это правда. Ну, правда. Потому что результаты настолько высоки, а мы хотим получить настолько высокие результаты, и поскольку никто до нас этого не делал, очень сложно бывает убедить кого-то в том, что я вообще такая существую. И я знаю, что люди изначально показывали мне истории, которые говорили о том, что меня нет, потому что я на самом деле придуманный робот. И поэтому я решила, что мне нужно какое-то внешнее подтверждение от какой-нибудь огромной компании, которая бы могли подтвердить, сказать, что вот мы посмотрели, проверили, да, все действительно так. И мы обратились к большой четверке. У меня есть многие друзья, которые работают в большой четверке, которые знают там управляющие, управляющие знают управляющих, но не суть. И три из четырех большой четверки сказали нет. Я спросил, почему нет, почему вы же даже меня не знаете. Они говорят, да нет, вы криптовалютами занимаетесь. Не, не, мы не будем с вами работать. Почему они не работают с криптовалютами? Потому что их несколько раз очень сильно, они становились жертвами огромного мошенничества, они становились жертвами судебных исков. И когда это с ними происходит, они, конечно, за следующих же не берутся. Но Эрнстон Янг – это очень инновационная и в каком-то смысле революционная компания среди большой четверки. Потому что они стараются работать с блокчейном. И мы пришли к ним в январе и сказали, так, мы хотим, чтобы вы нам провели аудит. А они сказали, хорошо, давайте проведем. И затем в феврале они провели нам аудит. И мы были счастливы, и мы были готовы этот аудит опубликовать. А затем они сказали, я говорю, как мне опубликовать ваш аудит? Какую бумажечку вы мне даете, чтобы нас проверили? И они говорят, не, 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 вы не можете еще это опубликовать, потому что нужно, чтобы офис США подписались. И в США сказали, что у них нет какого-то сертификата, который они могут нам выдать, потому что вы первая компания, которые они поэтому образом как-то проверяли. И мы ждали, и ждали. И то же самое, кстати, происходит в израильской армии, да? Когда вы говорите с израильской армией, они вам вообще никогда не объясняют, что у них происходит внутри, а не как-нибудь раз в год вам какие-нибудь новости скажут, то есть вы на дверь будете барабанить. И здесь вот похожая история. Я говорил с своим контактом в Эрнстон-Янге, он постоянно меня кормил завтраками, говорил, что мы не готовы, не готовы, подождите, потерпите. И Эдвард уже начал говорить, что здесь никто не верит, что вы занимаетесь этим согласованием аудита, потому что результатов-то не видно. И, соответственно, я сейчас не буду погружаться в детали того, что мы все-таки получили от одобрения, но в какой-то момент мы начали очень серьезно добить. Мы начали уже задавать более серьезные вопросы, начали использовать все наши связи, к которым у нас был доступ. И наконец-то мы получили человека, который отвечал за офис США, и он пришел к нам, и мы с ним поговорили, и он был достаточно смелый, чтобы сказать, «А знаете что? Давайте сделаем». У него хватило смелости для того, чтобы сказать, «Вы, ребята, настоящие, результаты тоже настоящие, так, почему вы нет?» И они решили рискнуть, и они открыли это с нами, и мы их первые, потому что это первые ребята, кто получил подобную сертификацию. И угадайте, что не только это, но проводя аудит в нашей системе, они также вывели нас в мейнстрим, потому что сейчас любой клиент, который может использовать их проверку, чтобы удостовериться, что мы настоящие. Мы не можем переправить им это письмо, потому что у меня есть формулировка, которую я могу вам сказать, у меня здесь есть дисклеймер юридический. И команда аудита EY по блокчейну должна провести определенные процедуры, чтобы проверить трейдинг и алгоритмы. Вы также можете сказать, что EY является вашим советником по разным вопросам. Вы знаете, такое подмигывание, как будто они к нам подмазываются. Но у нас есть другие дела, с которыми мы работаем с EY. Мы поделимся этими делами с вами в следующий раз. Там важное происходит, но пока об этом не скажем. Они также являются нашими советниками по работе эндотека. Они только в трейдинге. Нам проводят аудит как компании, как эндотека, и потому что мы уже... И это особенно важно, потому что мы в последнее время добились таких огромных результатов. Ведь результаты нашей компании, они просто беспрецедентны. И опять же, это все благодаря вам. И я не могу еще больше подчеркнуть то, насколько вы изменили мою жизнь, жизнь эндотека и жизнь всей отрасли, помогая создавать прорывные финансовые возможности благодаря тому, что вы в это поверили. Поапланируем. И еще одно объявление, которое я хотел бы сделать, это объявление по Форексу. И нам нужно здесь сформировать круг, потому что мы идем к Форексу, как мы и обещали, в принципе. Итак, Форекс для нас очень важен. И причина, по которой он очень важен для нас, заключается в том, что Форекс позволяет нам работать с гибкостью и с комфортом традиционных рынков. В крипте, в биткоинах есть более 220 миллионов кошельков, которые сейчас используются. И особенно для нас, работая с обычными клиентами, 220 миллионов разных кошельков. Поэтому с этой точки зрения нам Форекс даже не нужен. Нам не нужен Форекс для того, чтобы быть большими, но мне нужен Форекс для того, чтобы я могла быть уверенной в том, что если что-то произойдет, например, с крипторынками, если вдруг происходит, если вдруг будут выпущены какие-то странные законодательства, если нам нужно какое-то безопасное пространство, куда мы можем наших клиентов перекинуть, что у нас будет традиционные рынки, куда мы сможем перекинуться, и никто не сможет нас в этом остановить. Мне нужен комфорт, стабильность паттернов, которые мы наблюдаем на Форекс-рынке. Мне нужна ликвидность и масштабируемость этих заказов. И здесь я бы хотел еще кое-что сказать. Помните, вот эту длинную фразу, диверсификация в разные временные, диверсификация в разные валюты, диверсификация в Форексе также очень высока. Также у них низкий риск и высокая вероятность, но здесь я хочу вам показать кое-что еще. Здесь мы видим наше любимое тройное H. Я надеюсь, что вы помните, что это значит. Высокий риск. 54%. Высокий возврат. 136%. Всего лишь на 1% ниже, чем то, что нам нужно, и высокая вероятность 82%. Поэтому мы еще не достигли того, чего хотим. Мы еще не показатели в 402, но мы близки. Мы еще не закончили. У нас огромная команда работает с Форексом, и мы добьем это. Но мы выпустим это как есть. Сегодня, давайте скажем, что пока. Итак, пойдет. 390% достаточно хорошо. 56% 136% это достаточно хорошо. Я надеюсь, что через месяц я смогу выйти с объявлением и сказав, что мы смогли эту ситуацию решить и улучшить. Но здесь важно следующее. Важно вот это. Крипто, в валюте, у нас есть примерно 4-часовые тренды. У нас есть 4-часовые входы, тренды, и всего лишь несколько валют, с которыми мы работаем. Несколько коинов, токенов. В Форексе же у нас огромная диверсификация по времени. У нас есть как торги на тренде, так и торги, которые бывают на подъеме или на падении. И эти валюты не взаимосвязаны так же сильно, как криптовалюты связаны друг с другом. Поэтому для нас это очень хорошая возможность снова дать вам комфорт более стабильных результатов и более высокой диверсификации. Хорошо. Итак, позвольте мне подвести короткие итоги. Эндотек – это первая компания, которая предоставляет прорывные финансовые возможности обычным инвесторам, ритейлу. Это новая категория, которая еще не существует на рынке. Эта новая категория позволит нам обучить наших детей тому, что есть новые способы работы с вашими деньгами, что есть новые возможности, что не обязательно выбрасывать свои деньги в разные возможности азартных игр, в которых вы не понимаете, что у вас получится в итоге, что у вас есть нечто стабильное, что у вас есть нечто предсказуемое, которое работает для вас. И опять же, гарантии дать не могу, но это может в итоге привести вас к тем цифрам, которые вы хотите видеть. Я бы хотел, чтобы вы присоединились к этому, чтобы вы присоединились к этой концепции, чтобы вы передали это дальше. И опять же, я больше всего рада тому, что я на этой сцене. Те, кто меня знают, знают, что у меня есть страх перед сценой. Но когда я подумала о том факте, что все из вас, кто уже это сделал для Эндотека, вы будете это делать для всей этой новой категории инвесторов, для всей этой новой концепции, и вы будете распространять это по вашим сетям, по вашим командам. Я просто не могу упустить подобную возможность. Поэтому давайте это сделаем. Я не знаю, как завершать свои выступления так же красиво, как Джереми, но давайте сделаем это. Мы сделаем все с нашей стороны. Мы будем продолжать разрабатывать, дорабатывать, улучшать модели, технологии. У нас огромные планы на будущее. То, что вы помогаете нам действительно, переводит нас на новый качественный уровень. И опять же, мне нельзя говорить определенные вещи, потому что есть определенные процессы, которые уже запущены в эндотеке, которые я не могу сейчас детально осветить, но мы переходим на следующий уровень как компания. Мне нужны такие люди, как вы, чтобы вы распространяли это послание всем людям. Итак, огромное спасибо. Global Star Club. Возможности безграничны.